Всем привет! Меня зовут Инесса, добро пожаловать на мой канал! В этом видео я хочу вам показать, как быстро сшить себе юбочку со встречными складками. Покажу расчет складочек, также покажу отдельные части обработки своей юбки и при этом покажу, как правильно вточать тайную тесьму молнию, как соединить основную ткань с подкладочной тканью, при этом чтобы не было отделочной строчки. Если вам это интересно, то продолжайте смотреть до конца. Вот так вот выглядит встречная складка. Две складки направлены друг к другу, и это называется встречная складка. Сейчас я вам покажу, как сделать такой расчет. Вот идет наша юбочка. Заранее я делаю какой-то набросок и показываю на эскизе, сколько я хочу иметь складок. В моем случае я хочу иметь 8 складочек. При этом каждая глубина складки будет составлять 4 см. Теперь давайте напишем, что у нас с вами будет 8 складок. 8 складок. Мы берем с вами желаемую глубину складки. У каждого будет своя глубина складки. Это может быть и 5 см, и 3 см, и 4 см. Выбирайте любую глубину складки, которую вы хотите. В моем случае глубина складки будет 4 см. Прямо так и напишу. Глубина складки 4 см. Получается, мои вот эти 4 см я умножу на 4. Все в целом составляет 16 см. Получается, одна складка будет равняться 16 см. Мы берем 8 наших складок, умножаем на 16 см, так как они будут у нас все одинаковые. И это равняется 128 см. Получается, 128 см у нас уйдет только на наши складки. При этом мы берем наш обхват бедер, в моем случае это 97 см. 97 см я прибавляю к услу наших складок, и суммарно все это получится у меня 225 см. В моем случае я вам сказала, что у меня нить основы идет здесь, и узор у меня расположен внизу, соответственно, я буду кроить вот так вот в длину всей своей ткани. И у меня она позволяет, так как она у меня 3 метра. Получается, я могу раскроить свои 2 метра 25 см. Но если же у вас нить основы идет вот так вот, и вся длина 3 метра заложена здесь внизу, то тогда я вам предлагаю, откладываем один раз длину нашей юбки, второй раз длину нашей юбки и третью длину. Ну, все зависит от количества ваших складок и от того, сколько у вас имеется ткани в наличии. От начала нашей ткани сюда вот в сторону откладут 225 см, плюс я заложу припуски на швы. Высота моей юбочки составляет 65 см и плюс 1 см на припуск. И получается вот так вот, получается вот так вот я сейчас выкрою юбочку. Из этого же остатка я выкроила себе блузу и рукав. В следующем видео я покажу, как я выкроила блузку. Теперь я вам сейчас покажу, как я заложила саму складку. Получается глубина, я как сказала, что у меня 4 см. Сделаю желаемую точку, откуда у меня будет складка. Получается складочка у меня 16 см. Получается 8 см я откладываю в одну сторону, 8 см в другую сторону. Если у вас же глубина складки 5 см, то мы 10 см откладываем в одну сторону, 10 см в другую сторону. Если же у вас глубина складки 3 см, то мы 6 см откладываем в одну сторону, 6 см в другую сторону. Теперь мы нашу точку введем к центру, соединяем, вот так вот соединяем. Поступаем точно так же со второй стороны нашу надсечку, складываем, соединяем с основной линией, скалываем булавочкой и вот получается наша складочка. Здесь вы можете вручную это все заметать, чтобы при притачивании пояса вам было удобно пользоваться, потому что иголочки они ненадежные, они могут выскальзывать, поэтому я вам советую здесь вручную вот так вот все прометать. Теперь как узнать расстояние от одной складки к другой складке, чтобы заложить наши вот эти вот 16 сантиметров. В предыдущем видео я вам показывала, как построить прямую юбочку. Получается по линии бедер мы сделали формулу. Обхват бедра мы делили на 4 сантиметра. В моем случае это будет 97 сантиметров, поделить на 4, получается 24,25. 24 сантиметра я поделю еще один раз и у меня получится 12 сантиметров. Получается сейчас от вот этой вот складки, именно от середины складочки, получается от середины складки, от вот этой вот точки, от середины складки, я вот сюда вот в эту сторону откладу 12 сантиметров. От вот этой вот 12 сантиметров я еще раз откладу сейчас 16 сантиметров. 16 сантиметров и делаю надсечку пополам. Это будет мои 8 сантиметров. Теперь я точно так же беру свою вот эту вот точку, отметку, соединяю с центром и делаю булавочку. Делаю булавочку, точно так же делаю со второй стороной. Вторую свою надсечку соединяю, делаю булавочку. И вот у меня уже получилось сейчас 3 складочки. Раз, два, три. Разнояние между ними 12 сантиметров. И точно так же надо проделать с другими складками. Точно так же я сюда, от этой точки, вот сюда откладу 12 сантиметров, от этой точки, вот сюда в сторону 16 сантиметров. И соединю вот эти 16 сантиметров между собой. И опять у меня здесь будет расстояние пустое 12 сантиметров. Подготовила я наш крой уже. Заложила я складки на основе своей ткани. Так вот можно наблюдать, как они выглядят сейчас. Оставила разрез с одной стороны, где я буду притачивать вот такую вот тесьму-молнию. Подготовила уже я свой пояс. Одну часть пояса я продублировала специальным белым дублерином. Я выкроила по прямой линии. Немножко я его декотировала. То есть, немножко я здесь его посутюживала, чтобы пояс у меня приобрел немного закругленную форму. Так же я уже выкроила вот такой вот белый подклад. Никаких расчетов я не делала. Единственное, я его укоротила на 20 сантиметров. Сначала боковые швы. Обработала я на верлоке. И уже обработала низ подклада. Осталось только его заложить и сделать строчку. Получается, буду строчить по изнанке. Смотрите, вот низ ткани я его не обрабатывала. Я ничего здесь не обрезала. Вот здесь вот у меня идет кромочка. Чтобы не делать себе дополнительную работу, чтобы ее не обрезать и не обметывать, чтобы у меня край не сыпался, я решила оставить кромку так, как она есть. И просто я от края вот так вот подгибаю и прострачиваю. На утюге я потом все это приучужу. С лицевой стороны выглядит это все вот так. На подкладе я заложила точно так же встречные складки. У меня получилось 6 встречных складок. Точно так же я их соединила между собой. Получается, каждую складочку к складочке я приколола вместе. Получается, на основной юбке у меня идет 8 складок. Сейчас я, получается, приточаю пояс к своей юбочке. И последним шагом будет вставить тесьму молнию. Боковой срез, который идет у нас на юбочке, в роли здесь у нас служит складочка. И боковой срез, который идет у меня на поясе, я их соединю между собой. Здесь у меня есть маленькая надсечка. И получается, один срез я здесь прострочу. Пойду строчить на заднем полотнище юбки. Приточала свой пояс. И теперь, чтобы мне закрыть задний пояс, я обметала. Чтобы мне закрыть теперь все слои ткани. И теперь я по лицевой стороне делаю отделочную строчку. Таким вот образом она выглядит. Таким образом весь мой пояс закрывается. Это изнанка моего пояса. Получается, я шью прямо возле вот этой вот строчки. Получается, вот у нас идет наша потайная молния. Сейчас я ее буду пришивать, но перед этим я ее поутюжу. С изнанки я нашу тесьму молнию немножко вот так вот расправлю. Нашу молнию и утюгом вот так вот пройдусь. Для чего я это делаю? Чтобы мне удобно было ее притачивать. А так вот я уже вшила сейчас одну тесьму молнию. Получается, с изнанки у меня ничего не видно. У меня нету ни одной отделочной строчки в области застежки. Сейчас я вам покажу, как таким же способом сделать вторую часть застежки. Я закладываю вовнутрь 2 см. Почему 2 см? Потому что я померила и мне она немножко великовато. Чтобы она плотненько сидела на мне, я решила сделать припуск не 1,5 см, а 2 см. Поэтому я здесь делаю себе отметочки. На замке я сделала отметку, где у меня идет стык между юбкой и поясом. Здесь на замке я сделала отметку. Смотрите внимательно, как я буду делать. Получается, вот у меня идет моя собачка, мой бегунок. Я вот этот замок сейчас беру, вот так вот перегибаю на изнаночную сторону, на другую сторону. Здесь я делаю себе отметку. Здесь, где у меня идет отметочка на линию пояса, я сделаю булавочку. Теперь, вот смотрите, я 2 см свои вовнутрь загибаю. И когда я закрываю сейчас до стежки, получается у меня ее практически не видно. И здесь как раз идет стык к стыку. Теперь, что нам надо сделать? Получается, мы берем, вот так вот прикладываем. Если вы только начинаете шить, я вам советую все это сметать. И потом на машинке прострачивать. Но если у вас уже есть какой-то опыт, то можно булавочками вот так вот заколоть и сразу сшить на машинке и затем их убирать. Получается, когда я ее шью, вот у меня идет моя молния, и я ее вот так вот нагибаю. Тем самым я должна попасть вот-вот практически вот сюда, к зубчикам молнии. Мы притачали нашу молнию. Вот идет наш пояс. Я держу вот здесь вот свой замочек. Нижний пояс я вот так вот огибаю. Огибаю. Можно здесь заколоть булавочкой опять же. Здесь все поправляем. Получается, изнаночную строчку подклада и пояса и лицевую юбочку и пояс мы здесь на стыке соединяем. Соединяем шов в шов. Соединяем вот так вот шов в шов. Соединили. Соединили. Булавочкой закалываем, чтобы она у нас держалась. Получается, чувствуем, где у нас находятся зубчики от тесьмы молнии. И вот так вот мы сейчас даем строчку. Получается, когда мы вывернем, у нас с изнаночной стороны ничего не будет. Строчка вот. Получается, строчка находится внутри. Спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Надеюсь, что вам информация была полезна и интересна. Если вы еще не подписаны на мой канал, то нажимайте на кнопку подписаться. Жмите колокольчик об уведомлении на мои видео. Так как я снимаю на разные темы, думаю, что вам что-то будет интересно и полезно. Поддержите меня лайком, комментируйте мое видео. Всем до скорых встреч и всем пока-пока.